Отличник учебы, спортсмен, опора семьи. Убитые горем родители и родственники до сих пор не могут поверить в то, что 20-летнего Аблайхана Зоупебекова больше нет в живых. Он учился на втором курсе в одном из алматинских вузов. Свободный от учебы время, по выходным Аблайхан вместе с однокурсниками подрабатывал на стройке, как раз на том самом объекте, который загорелся 6 ноября. В тот злополучный день Аблайхан и ещё пятеро рабочих не смогли выбраться из огня. Молодые люди остались запертыми в одном из помещений Алматы Таурс. Об этом рассказали очевидцы, которым удалось спастись при пожаре. Сейчас, по словам родителей, бизнес-центр предъявляет родственникам претензии, утверждая, что погибшие сами виноваты. Представители этой компании жалуются на нас. Они говорят, что наши дети сами виноваты. Нам предъявляют, мол, почему ваши дети, когда возник пожар, побежали за своими вещами. Но такого не было. Потому что, когда мы были в Алматы, я сам лично разговаривал со студентом, который был там. Ему удалось спастись. Он рассказал, что во время пожара мой племянник и другие погибшие были заперты в помещении. Он кричал и предупреждал всех, что там остались люди. Но туда уже никого не впустили. Здание на тот момент уже было отцеплено. Родители Абылайхана признаются, что не знали о том, что их сын подрабатывал в свободное время. Говорят, если бы были в курсе, то запретили бы ему работать. Сейчас родственники намерены добиваться того, чтобы работодатели привлекли их строгой ответственности. Претензии к работодателям у нас, конечно, есть. Пожар сам по себе просто так не мог возникнуть. Я считаю, что там не соблюдались правила техники безопасности. Ответственные лица должны понести наказание. И мы будем добиваться этого. При пожаре в бизнес-центре Алматы Тауэрс погибли шесть человек. Ими оказались 54-летний сварщик и пять студентов в возрасте от 20 до 22 лет. Четверо из молодых людей были жителями Южно-Казахстанской области. Студенты подрабатывали в строящемся батутном центре за 500 тенге в час.